канал таежный обитель приветствует вас сегодня снова я вот в этой красоте меня попросила одна женщина естественно я не могу отказать показать какой из себя цветок могульника вот я его поближе вам поднесу вот такой вот такие тычиночки вот вот он вот он красавица они бывают чуть темнее а бывает светленькие вот такой могульник рододендрон амурский вот ну а сегодня обещанная тема вот висит на мне опа такой опа поняга вот поняга вот эти поняги я тоже там и венкийская не венкийская оказывается это очень древнее приспособление еще в каменном веке первые добытчики мяса каких-то припасов люди собиратели имели какие-то приспособления для переноски на себе вот этих даров природы ну и мясо естественно эвенки тоже используют понягу в наше время в альпах нашли муж с женой в ледниках человек замерз это потом его назвали ему дали имя и ци и вот пять тысяч определили что этот человек пять тысяч лет назад попал в этот ледник и там замерз и сохранился сохранился и сам и сохранилась на нем одежда и в том числе на нем была поняга поняга я не знаю как первые люди называли ее но она была с орешника были вот эти дуги палочки и меховой был мешок привязанной на веревочках вот еще вот эта дата уже нам как бы точно говорит 5000 лет назад эти поняги были на русском севере тоже используются такие приспособления еще используются короба с лямками короба с бересты с лыка с сосновой дранки тоже очень удобно поняга она когда негабаритный груз и когда груз который может в спину упираться неровный такой нестандартный поэтому поняга очень удобно и поняги эти ну они по-разному называются это я уже говорю так поняга они использовались везде везде буквально юго-восточная азия китай вьетнам все эти там манчжурии япония все использовали приспособление конструкция у них разная есть досточек есть вот так гнутая у эвенков была поняга они вот тоже поняга называют и эвенки не говорят что это заимствованное слово поняга это вот хотя мы все скорее всего скифы и вот это наша родственность она как бы даже и название могут быть такие одни ну эвенки когда используют или досточку или вот такую понягу лямки конечно у них были кожаные иногда они даже просто ты нептун под кругу могли использовать для переноски получалось как бы просто на ремнях и там ляжку с мотылем с этим или лопатку сахатину уже можно было нести вот сюда лопатку сахатину можно приспособить приспособить в рюкзак ее не засунешь мешок это какой надо мешок и она там будет не так зафиксировано как например в поняги а вот поняга у эвенков они используют ремешки ремешки и очень удобно привязывают сейчас вот я тут замотал ну это дело недолгое отмотаем вот такие ремешки кожаные выделанные такие замшевые не сыромятина сыромятина мягкие ремешки чтобы было удобно привязывать ну во первых у поняги один край ну бывает по-разному бывает и оба края привязаны бывают оба края не привязаны а вот такие петельки одеваются на вот эти вот края а часто просто одна привязана и и одеваешь берешь за две одеваешь одну а вторую перекидываешь и на вот этот краешек петлей на край одеваешь и получается вот так когда где-то в качке упал или что тебя придавило быстро надо снять я падал много раз и в снег и в качке в болотах это не не всегда иногда в снегу кувыркаешься пока выкрутишься особенно с лыжами с лыжами с ружьем на тебе это поняга там мясо кусок и вот такая такой способ он легко снимается тем более когда ты там нестандартно завалился он может сам вылететь этот вот эта петелька она очень удобно и и снимаешь и вперед вот эти веревочки вот вы убили соболя у вас во первых топор привязанный топор с одной стороны здесь как бы он в деревянном чехле и вы его привязали с одной стороны и он туда вниз висит если вам его надо зафиксировать то снизу тоже делают такие же веревочки и топор и здесь привязаны и здесь и он уже не мешает вам главное чтобы он был в чехле а то можно тоже поранить и голову себе и упадете и без чехла это вообще страшно ну вот этими веревочками соболя поймали и не надо там куда-то его веревочками его подмышки обычно привязываешь подмышки раз и привязал потуже завязываешь вот таким простым бабским узлом намертво вот или восьмеркой или просто и и все и шоболь висит 2 поймали 2 привязали глухаря поймали глухаря обычно привязывают под крылья или бывает чтоб он не болтался чтобы не было там неравномерно привязываешь его за голову а тут второй привязываешь за ноги и он тогда вот так висит и не мешает вас вот эти веревочки очень хорошо помогают для завязки например мешка какого-то или там мясо кусок большой заходиная лопатка или ляжка у вас вот есть еще веревочка и вы за неё завязываете вот так и он у вас тут будет как положено вы можете выровнять чтобы был ровно никуда вас не тянуло ни в одну сторону это а в рюкзаке нет рюкзак кто-то сказал знает что его коробит его коробит он не жесткий и его коробит центр груза не получается так чтобы удобно а здесь получается иногда понягу брезентом обшивают иногда берестой делают но принцип вот такой вот эти палочки я их делаю я не знаю кто как делает я и делаю наружу тогда они лучше у меня получаются вот это на спине лежит а это как бы тянет сюда и не оторвется ну хотя тут на ремешки на кожаные так закреплено что не оторвется ну вот по поняги что тут еще у меня шпагалки так в 1918 году американский один профессиональный охотник изобрел тоже рюкзак станковый как бы он его перенял у индейцев в одного из племен и индейцев аляски и это был такой первый рюкзак с рамой там были досточки и он его запатентовал это вот началось уже как бы такое экономически выгодное дело и станковые рюкзаки сейчас когда технологии и материалы самые разнообразные все знают их очень 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 много очень много таких рюкзаков ну и они вот вот эти первые первобытных людей приспособления они можно сказать дожили до наших дней и мы в тайге от них не отказываемся мы их используем даже эвенки которые на оленях они не всегда могут пролезть где-то по горельнику по завалам где-то по качке и они на себе в понягах вытаскивают там я говорю там просто досточка тоже эти лямки и веревочки уже закреплять веревочками даже эти неровные маслы или что-то уже удобно ну в наше время уже попозже в армии стали применять жесткие рамцы это тоже было перенято сначала вот американцами с такими а потом уже делали жесткие сейчас все знают ранцы почти все школьники не портфели носят а ранцы потому что на плечах тащить намного легче у нас сейчас молодежь посмотришь да и не молодежь я хожу в магазин с ранцем я коля мой внучек ему купили новый ранец он меня отдал свой старенький а он нормальный не потрепанный шибко и целый я с ним хожу в магазин так что вот этот поняга она пойдет музей музей я вам про него буду рассказывать потому что попозже меня уже попросили чтобы я поехал вместе с экспедиции нынче токинско-становой национальный парк и я там постараюсь рассказать и про эти места и про людей которые в этом парке будут работать для меня это очень дорого потому что я практически всю жизнь про провел или в этих местах где национальный парк имени федосеева или вокруг него я был и в якутии где алгома в туда в сторону учура на тако с восточной стороны на алгома западной стороны и худуркан такие речки а с юга ток вершина зеи мурмуга все эти места мне как бы родные и я стараюсь эти места вам показать потому что я их знаю ну на сегодня вот я вам вкратце пробежался по вот этой международной приспособе которая выручала людей тысячи лет назад выручала нас и я думаю будет выручать еще много-много-много веков любителей природы любители путешествовать и скажем ей большое спасибо на сегодня все дождик закапал удачи вам радости счастья здоровья творчества и гармонии с самим собой и с окружающим миром пока пока так